Микс Ньюс Это программа Разворот Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеина Гость сегодняшнего Разворота Директор агентства гражданской авиации Марис Градцов, здравствуйте Здравствуйте Мы поговорим на разные темы Связанные с авиацией, с гражданской авиацией в Латвии Кстати, вы можете присоединяться Я обращаюсь к радиослушателям 672 12 93 9 672 13 93 9 Традиционные телефоны прямого эфира И также через мессенджер Ватсап можно присылать сообщение 20 61 91 Телефонный номер Итак, начнем с Новости о том, что Увеличивается И вот в очередной скачок Произошел статистически По количеству так называемых Дебоширов в аэропорту Рига То есть тех людей, которых Фактически снимают с рейсов За их неадекватное поведение За три месяца этого года 19-го уже 144 пассажира Не попали на свой рейс Из-за того, что они вели себя неадекватно А в то же время, вот как сообщает Собственно, ваше агентство За 16-й год, например, их было За весь год 210 То есть сейчас мы уже приближаемся За три месяца К тому количеству, которое До этого считалось какой-то Годичной нормой Вот Давайте об этом немножко поговорим Во-первых, что мы подразумеваем Под неадекватным поведением Речь идет о какой-то алкогольном опьянении Связанном с этим действием Или не только Да, ну в основном это связано С употреблением алкоголя То есть видно, что при попытке Ну попасть на рейс То есть пассажиры настолько пьяны Да, что по внешним признакам И по их поведению Это легко устанавливается Да, и персонал, который проводит контроль Их не допускает даже на борт самолета Но есть какие-то То есть Чисто дебоширов Таких было четыре случая В которых явно создавали проблемы И угроза безопасности полетов Во время уже полета Без опьянения То есть они с самим Не-не, с опьянением Но те, которые просочились, скажем так Попали на борт вздушного судна Таких четыре случая А какими критериями руководствуются Руководствуются сотрудники, например, аэропорта Чтобы определить Но есть какие-то, понятно Мы все понимаем Что есть внешние признаки Но, тем не менее Есть какая-то грань За которой человек уже точно не допускается Или как это происходит? Ну, мне трудно сказать Они опытные Опытные И делают так называемое профилирование И, я думаю, эта статистика Во-первых, по нарастающей идет Связана с увеличением вообще-то Объема перевозок И пассажиров перевозок В целом В целом, да Но и ужесточаются требования перевозчиков Которые либо через своих сотрудников Либо через, ну, которые по контракту эту услугу Предоставляют для авиакомпаний Они ужесточили эти требования Чтобы избежать проблем на борту Во время полета То есть люди обучены Глаз наметан Так же, как и пытаются террористов Профилировать людей Которые подозрительно себя ведут Так же и потенциальных дебоширов Но, тем не менее, вот Одна из причин Это пропорциональное увеличение Общего пассажиропотока Но, тем не менее Единственной причиной Это считать, наверное, нельзя Нет Вот есть объяснение С чем все-таки связан Вот такой резкий рост Таких людей Это уже сечение требований Перевозчиков То есть, два этого просто Таких людей пропускали Я думаю, больше Больше они Ну Проходили этот контроль Попадали на борт Создают проблемы Перевозчикам Да И просто Как ответная реакция Уже случаются требования Да То есть, уже Ну Да При подозрении Малейшем Что он Может создавать Проблемы в будущем Их уже не допускает Тут важно Отметить То, что Самый главный На самом деле Не столько там Потенциально Будет дебоширить Или нет Это предугадать Невозможно Да Но Вся Эта Безопасность Основывается На потенциальном Ну Возможность Возникновения Несштатной ситуации Например Необходимость Аварийной эвакуации То есть Если люди В алкогольном И в другом Опьянении Они Ну Неадекватны Они не понимают Команды Они создают Угрозу Не только для себя Но для всех остальных Блокируя Например Аварийный выход И так далее То есть Упор на этом То есть Ну Авиакомпании Больше всего Беспокоятся За это А вот Это Дебошир Это уже Как Ну Сопутствующий Феномен Или проблема Ну Я правильно понимаю Не знаю Есть ли Статистические данные Конкретно По этому вопросу Но если Ужесточились Требования При Ну Как Назовем Посадке Вообще Проход В эту Зону Посадки То Получается Непосредственно В самолете Количество таких Случаев уменьшиться Должно было Да Так Есть Так И есть Должно было Уменьшиться А Случались ли Ну Происходило ли так Может быть Вам тоже Вам об этом известно Когда человека Не пускали И он мог Как-то обжаловать Решение Не пускать его То есть По его мнению Несправедливо Он был Не допущен на рейс Считалось Состояние Вполне Там Адекватным Ну Очень часто Это приводит К Конфликтным Ситуациям Да Конфликтным Ситуациям При посадке Да В процессе этого Вызывается Полиция Составляются Протоколы Бывает по-разному Да Люди реагируют По-разному Конфликтная ситуация Это понятно Человек недоволен Но идут ли люди дальше Обращаются ли Куда-то Запишут жалобы На рапорт И так далее Да Они рассматриваются Да Конечно Какие обычно Как правила Искорда Если к нам Обращаются Мы Их Ну Пересылаем Компетентным органам Это Центр Потребителей Потребителей Да То есть Мы с ними Очень тесно Сотрудничаем И Та информация Которая нам Доступна Они получают От нас Либо через нас Да То есть Мы с ними Сотрудничаем Очень честно Они обращаются К нам За помощью Да Отсюда Мы Плюс Минус И знаем Сколько Таких Жалоб И По каким Поводам Они происходят У нас есть звонок Наушники Пожалуйста Наденьте Мы выслушаем Добрый день Добрый день Пожалуйста Вот скажите Пожалуйста Вот если Человек Борится Просто Борится Летать А лететь Надо И вот Ну а что Делать Вот он Идет И Принимает Алкоголь И вот И что Обязательно Снимать Спасибо Да В принципе Этот вопрос У меня тоже был Многие люди Это и распространенная Практика Они от страха Употребляют алкоголь И страх Как известно Он границ не знает Поэтому и человек Иногда границ теряет Да Он как-то притупляется Это ощущение страха Но если он Настолько Боится Что Ему Требуется Такое количество Алкоголя Чтобы успокоить Себя Что это Оказывает Уже Ну Влияние Влияние А По внешним признакам Это приводит Уже к каким-то Неадекватным Действиям Высказываниям То конечно Он будет Не допущен К полету Да Тут Факт остается Фактом Он находится В таком Состоянии Пенения Что опять же При возникновении Нештатной ситуации Он является Проблемой Для всех остальных А есть какие-то Ну это такой Более медицинский Наверное вопрос Что ли Но Вот Какая-то Замена Пропорциональная Алкоголь Человеку Который боится летать Ну Так вы не располагаете И совет дать не можете Нет Хорошо А правильно я понимаю Что Вот в каких-то Крайних случаях Ну что я могу сказать Что статистически Да Конечно Тут можно призвать Винстона Черчилля Который говорил В свое время Что единственная Статистика В которую я верю Это ту Которую я сам Сфабриковал Да Но тем не менее Да То что людям Которые боятся Летать Что я говорю Если вы уже Попали на борт Самолета И сели На свое место Вы должны Успокоиться Потому что Самый опасный Ну промежуток Пути от дома До самолета Вы уже преодолели Да Сам полет Он уже Ну Намного безопасней Чем опять Вы должны Начинать Волноваться После выхода Из терминала При приземлении То есть это вы сейчас Намекаете на то Что Он является Самым безопасным Ну Видом транспорта Ну да Действительно Еще звонок у нас есть Здравствуйте Да пожалуйста Смотрите А не логично ли Поступить так Я захожу в самолет Я же Багажик сдаю У меня проверяют Соответствует вес Или нет Трубочку Дыхнул Если я отрез Я захожу А вот на борту Мы можем Употреблять алкоголь Но алкоголь Там в маленькой Расфасовке Что психологически Как бы Человек успокаивается Он вроде бы Как пьет алкоголь Во вторых Это будет не суррогатный Алкоголь А пускай это будет Винный алкоголь Или какой-то Более легкий Там до 12-15 градусов И тогда Все получается И человек Успокаивается Он ведь Хочется успокоиться А не нажраться И он думает Мозг Его как Что он в процессе Употребления Успокаивается И тогда получается Все довольно комфортно Как вам такая идея? Поэтому С курителями И там Это длинный полет Как правило И там Самые большие проблемы Кстати И у наших перевозчиков Тоже Потому что Если Начинается конфликт Либо На борту Иногда Не подчиняется Экипаж Иногда Экипаж Вот наш Очень жестко Относится Это Тюремный срок За это Грозит Как правило Они задерживают Самолет Они задерживают Экипаж Который нужен Для судей Как Свидетели И самолет Остается там То есть И те Которые Пассажиры Собираются Лететь обратно Они никуда не летят Они уже Из отеля Выписались Им некуда деть С авиакомпании Просто Не знаю Таких случаев Что делать Таких Бывает Что человека Просто привязывает К креслу И везут Обратно В Ригу И здесь уже Его выпускают Таких случаев Много было? Редко Мало Но бывает То есть Ситуация разная Я так понимаю Что у нас В качестве Крайних мер Человека Вносят В черный список И могут потребовать Какую-то компенсацию Правильно я понимаю? Да А таких случаев Много было? Мне неизвестно О компенсациях Мне это неизвестно Сегодня Регулирование Это как мелкий Хули Административная Ответственность Да Но Сейчас процесс Он уже В прошлом году Он уже В совещании Государственных секретарей Он уже Анонсирован Пишется Создается Новый закон Об этих Административных Правонарушениях И там Мы попросили Выделить Отдельной статьей Именно Это правонарушение Потому что Она идет Под мелкий Хулиганизм Алия дебоширов Да Но именно Выделили И там Увеличивается Сумма Штрафов Да Но это Насколько Было До 30 До 140 140 Так называемых Денежных Единиц Да А сейчас По-моему Денежные По той статье Которая сейчас Имеется Примерно Я не знаю Мелкий Хулиганизм До сколько 50 евро 150 евро Я могу Соврать Да Но сумма Не велика Да Мы это видим Большую Большую Проблема Потому что Она настолько Мала Что она Ну Нету Останавливающего Эффекта Да То есть Мы Предполагаем Эту сумму Увеличить Но это Было Все Год назад Когда Мы Тоже Эту поправку Вносили Свои Предложения Но сейчас Эта статистика Может заставить Нас И пересмотреть И эти 30-140 Деньги Сделать Выше То есть Это будем Еще обсуждать А вы это обсуждаете С представителями Какого правительства Министерства Ну Начало В рамках отрасли Между Перевозчиками С полицией Которая непосредственно Сталкивается С такими С такими Проблемами А дальше Уже Как законодательный Процесс Подаем Своё Предложение Он уже Идёт Согласование Уже Со всеми Министерствами И работодателем И работодан Нанимателем Полный процесс А чёрный список Который Я тоже упомянул Насколько он Большой Вам известно? Об этом Не любят Говорить Да Это он Как всегда Бывает Негласным Да Да действует жестко, скажем так, уже невозможно на ту авиакомпанию, которая внесла человека, уже все, это на несколько лет, там можно писать, жаловаться и так далее, это ничего не срабатывает, это как у сапера, можно сказать, есть право на одну ошибку. То есть человек мог плохо себя вести где-то на другом континенте, условно говоря, а потом в аэропорту Рига он получит стоп. Да, 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 может такое оказаться, да. Так, сейчас мы прервемся ненадолго и вернемся. Директор агентства гражданской авиации Марис Городцов у нас в гостях, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это разворот глава агентства гражданской авиации Марис Городцов у нас в гостях. Мы говорим о дебоширах, количество которых увеличилось, имеется в виду на борту или при посадке на самолет. Большое количество людей не допускается, их это количество за последние годы, возросло. Более того, насколько я понимаю, Европейское агентство авиационной безопасности запустило компанию, которая называется «Не на моем рейсе». Означает ли это, что это далеко не латвийская проблема, а это как минимум общеевропейская проблема вот такого, неадеквата в аэропортах? Да, это общеевропейская проблема. И скажем так, вот это увеличивается именно количество дебоширов, их как раз-то она идет в среднем на уменьшение. Увеличивается количество тех людей, которых не допускают на рейс. Но это, например, приводит к уменьшению дебоширов самих. В 2016 году это 21, в 2017 – 9, в 2018 – 11 случаев было. В этом году нам уже известно о четырех случаях. То есть, это все показывает, что это работает. Ну, вот технически, все-таки, хотел бы, вы так уже в который раз разграничиваете дебошир и вот человек, который при посадке. Правильно ли я понимаю, что если человек при посадке, ну, по нему видно, что он изрядно пьян, при этом он ведет себя абсолютно нормально, так вот он спокоен, но он изрядно пьян, его все равно не допустят. Не допустят. Ага. То есть, ему нельзя дебоширить, он просто может быть сильно пьян. Да, потому что главное, то, что мы видим с глазами пассажира, работу, например, стюартов, да, мы видим их сервисную часть, да. Ну, и когда safety briefing, так называемый, ну, это часть обеспечения безопасности полетов, да. То есть, ну, их присутствие на борту и главная задача – это обеспечить безопасность полетов, да. В первую очередь, во время полета и самое-самое-самое главное – это возникновение нештатной ситуации, да, каких-то пожаров, каких-то экстренных снижений, каких-то аварийных посадок, аварийной эвакуации салона всех пассажиров, да. И тогда те, которые… Просто он спокойный, он не дебошир, он белый и пушистый, да, но он неадекватно, он не понимает команды, он двигается с затруднением, падает, препятствует, например, эвакуации других пассажиров, да. То есть, это самая главная опасность, которую они могут создать в случае, если что-то случается на борту. Европейское агентство авиации, вот оно выделило три вида так называемых дебоширов. Это те, кто, значит, алкоголь, понятно, нарушение запрета на курение и люди, которые просто нарушают правила безопасности. Вот правила безопасности наиболее нарушаемые, речь идет о чем? Ну, наверное, ремень безопасности, а что-то еще? Ну, не встают, когда это нельзя, пытаются, может, идти в туалет, когда это запрещено в критических этих ситуациях полета. Ну, в основном в этом это связано, мешает работы стюартов, да, то есть… Что касается электроприборов, это, наверное, уже, там, десятый или двадцатый для вас будет раз, но просто в очередной раз поясните, почему. Вот просто я так понимаю, что с этим тоже связано, когда просят выключить электроприборы, многие, там, не знаю, не хотят этого делать. А с чем это вообще связано? Просто бытует такой миф, что это очень такая формальная вещь, и что на самом деле в 2019 году это уже никак не может повлиять на безопасность авиасудна. На самом деле так, уже давно доказано, что прямого влияния, например, тот же мобильный телефон на систему воздушного судна не имеет. Это, да, это во-первых. Поэтому сейчас облегчили требования, если раньше надо было при взлёте-посадке этот электронный прибор выключить, да, то сейчас достаточно, когда он переводен в авиарежим. Это уже, ну, об этом свидетельствует. А проблема там была статистика, да, что, не помню, ну, каждый день в мире выпускаются, по-моему, 10 или 7 новых моделей мобильных телефонов только, да. То есть, и никто не может гарантировать, что где-то в мире кто-то не выпустит такой мобильник, который будет оказывать влияние. А какое влияние? В чём заключается влияние? Ну, авионики в основном, да. Это средств навигации, средств связи, то есть, этот сигнал, он может, ну, интерферировать с какой-то систем на воздушном судне, да. Это была та опасность, которой остерегались все. То есть, и поэтому никто не может гарантировать, потому что что-то приносишь на борту, включаешь, что не сертифицировано, что не согласовано с системой воздушного судна, и никто не может дать никаких гарантий. Поэтому есть запрет на их использование, да, во время полёта, да. Ну, либо критических этапов полёта, это взлёт-посадка, да. Сейчас уже более, ну, либерально стали эти требования, да. По поводу сертифицированности и согласованности, речь может зайти о дронах, которые вы тоже, использование которых вы мониторите, и вот как свидетельствует ваша же информация, там тоже всё достаточно. Ну, если не печально, то так достаточно удивительно. Как сообщало агентство, в последние, вот в какой сроке, о каком сроке шла речь, вы, наверное, сейчас подскажете, 175 дронов было замечено в районе Рижского аэропорта. Да, ну, мы в прошлом году, это ноябрь, если не ошибаюсь, это один месяц. За один месяц? Это за один месяц. Да, из которых два согласованных или легальных. Только два? Да, это радиус 15 километров от аэропорта Рига, и это только те дроны, которые оповещают о себе, да, которых, возможно, было, это не было активно, это пассивная антенна, да. Но таких 90% в нашем рынке или обиходе, да. То есть, эта цифра, она адекватная. Но это ноябрь, была плохая погода, если сейчас такой тест провести, я думаю, будет больше, да. А почему, ну, для чего дроны вообще используются в районе аэропорта? В чем, почему такой интерес, например, к аэропорту именно, со стороны владельцев дронов? Просто нас интересует так называемое контролируемое воздушное пространство, это там, где самолеты на низкой высоте маневрируют, и где ими управляет, ну, авиадиспетчер, да, скажем так. Так, это самое, ну, опасное, потому что там самолеты летают на той же высоте, на которой обычно палатируются дроны. И в этом воздушном пространстве входит половина Риги, вся Иманта, Баби, то есть, частный сектор, да. Это не обязательно, ну, не из-за того, что аэропорт, то есть, люди вне зависимости от аэропорта их используют. При этом эти люди просто не знают, что там их использовать запрещено, или как это работает? Ну, не знают, скажем так, да, то есть, эта цифра, она показывает о том, что мы, ну, свою домашнюю работу тоже не до конца сделали, да, мы мало информировали общество о всех этих требованиях, ну, о этом феномене как таковой, да. А мы исправились, да, начали это делать примерно месяц, как у нас в планах еще больше мероприятий. А какие мероприятия, о чем говорите? Разные, у нас ряд международных проектов по внедрению этих дронов в наше воздушное пространство, именно в районе аэропорта Рига, это отдельная программа вместе с Евроконтролем. Мы активно уже всех игроков собирали, ну, десяток раз, думаю, как минимум. Все это и ассоциации представителей частного сектора, это все государственные учреждения, которые заинтересованы, это все военные, это все-все-все, которые в этом сегменте работают, да. И мы вместе с ним разрабатываем и новый порядок, и новые требования по их, ну, безопасному пилотированию в нашем воздушном пространстве. И мы об этом будем оповещать, да. То есть, и также будем напоминать жителям, ну, о тех правилах игры, которые на сегодняшний момент существуют. Потому что не может быть такого, да, что 175 нелегалов и два только, ну, законопослушных общества в основном, оно законопослушно, да. Есть, конечно, маленький процент, для которого законы не писаны, да. Но тут наоборот, да. Они, получается, просто легкомысленно к этому относятся, то есть, они думают, что, ну, они… Просто не догадываются о существ... Такая большая степень игрушка какая-то. Ну, именно так, да. И они не догадываются о каком регулировании. Действительно смотрят, как на игрушку, им в ум не приходит, что это как-то связано с нашим агентством, что это воздушное судно, там есть запреты, высоты. Просто в основном то, что нас сталкивается, это тотальная неинформированность. А какая, напомните, вот базовые какие-то вещи, какая высота? Ну, это вне населённых пунктов до 120 метров, в населённых до 50, а вот вокруг аэропорта Рига до 50 метров высота разрешённая, без всяких там разрешений, если он, конечно, до полтора килограмма, да. То есть, есть… А какие ещё объекты, например, в Риге являются с этой точки зрения запретными или какие-то ограничения есть? Ну, есть всякие военные, всякие есть, которые влияют на нашу безопасность. Все объекты, координаты, они приведены в приложении, то есть, но нету сегодня тоже на руках такого инструмента, как, ну, например, в смартфоне, да, была бы карта, где эти все зоны были бы видны, обозначены, понятно. В таком формате, то есть, они существуют просто, ну, написаны на бумаге, да, что для людей тоже создаёт определённые сложности это всё увидеть. Есть, например, не ближе полкилометра от военного объекта, да, что много вот именно и было людей наказано, именно поэтому, что они приблизились ближе, чем это установленное расстояние. То есть, ну, разные случаи, но в основном это неинформированность, я бы так сказал, да, то есть, или комиссия я бы ставил на второе место. В прошлом году поднимался вопрос о легальности перевозок пассажиров на маленьких самолётах в качестве развлечения. О том, насколько это легально, насколько коммерческая деятельность такого рода, она тоже согласована и вообще по закону происходит. А изменилось что-то в этом, в этой теме? Отчасти, да. Отчасти те, в основном, пилотские школы, все такие аэроклубы, ассоциации, они начали это, если делают это, ну, они всю эту организацию этого мероприятия делают именно так, как это требует уже общее регулирование в Евросоюзе. Да, им это разрешено только просто при оговорённых условиях, да. Но я не уверен, что всех удалось нам привлечь, не привлечь, так сказать, заставить... Ну, легализовать? Да, заставить работать в рамках этого закона, да. Вот почему эти люди обходят, в чём, ну, в чём препятствие делать это легально? Потому что в Евросоюзе для коммерческой перевозки пассажиров единые требования, да. Они что для Люфтганзе, для Аэрболтыка, что для, например, на Мотоделтаплане, на Долгаве, да. Нету, например, в США, там, они разделены по группам, да. И эти требования разные совершенно, да. В Евросоюзе книга одна и та же, и в этой толстой, скажем так, книге надо уметь выловить те статьи, которые к каждому классу воздушного судна относятся, да. Что очень тяжело, да. То есть, ну, это очень тяжело. А как человеку, который хочет воспользоваться такой услугой, когда он покупает, ну, у нас часто это, ты покупаешь купон, там, где-то вообще в третьем месте, потом едешь на это лётное поле, а как ему убедиться, что он имеет дело с легальным перевозчиком? Требует оператор сертификата. Сертификат оператора, да. Требует документ. Да, требует документ. Просто риск в том, никто не запретил, если он оборудован пассажирским местом, никто не запрещает брать пассажиров и их катать, да. Но не за деньги. Да, но не за деньги. Как ты только берёшь деньги, там вот есть оговорённые условия, когда это можно делать, да, когда это легально, но ты уже, значит, перевозишь кого-то за деньги или за вознаграждение, да. То есть, подвергается опасности третьей лица, да. И вот этот купон, это является билетом, либо договором на воздушную перевозку, да, в юридической терминологии. И бывает, когда жутчайшие ситуации бывают, например, во время свадебного процесса, там, жениху подарили этот полёт, да, как свадебный подарок, да, и его там топят в долгаве, ломают руку. У нас такое было? Еле-еле спасают во время собственной свадьбы, да. А когда такое было и такое было? Был такой случай, после которого мы начали делать контрольные закупки и пытаться с этой ситуацией бороться, да. То есть, бывают совершенно жутчайшие ситуации, да. Не могу вас не спросить на международную тему. Вот одна из громких историй в гражданской авиации последнего времени – это авиакатастрофа в Эфиопии, ну и до этого Индонезия и самолёты Boeing 737 Max, которые запретили, приостановили их использование. Вот как бы вы могли прокомментировать, то есть, там не до конца всё ещё понятно, но уже понятно, насколько я понимаю, опять же, экспертиза показала, что неисправность была в некоторых датчиках, которые отвечали за угол полёта. Вот, казалось бы, Boeing – это там мировой лидер, можно сказать, гражданской авиации, абсолютный авторитет. Как такое могло произойти? Как вообще эту ситуацию видите? У нас позавчера была конференция через интернет. Европейское агентство безопасности, авиационной безопасности, она организовала конференцию и для всех государств довела ту информацию, ну, которой мы не владеем, и где эта ситуация находится сейчас, и когда они планируют, ну, когда планируется вообще контролируемо, скажем так, безопасное восстановление полётов. Полётов этих воздушных судов, да. Там проблема изначально была заложена во время условий процесса сертификации. На каждую систему, на каждый компонент делается оценка риска, его отказ к каким последствиям может привести. То есть, изначально посчитали, что отказ вот этого датчика не может привести к катастрофическим последствиям. Следовательно, сигнал не обязательно должен быть дублирован, и отсюда все проблемы. А дублировать его было сложно? Это как-то затратно? Ну, там у второй солоны фюзеляжа тоже установлен датчик, да. Это вопрос даже не проводов, это вопрос конфигурации операционной системы, да. Потому что сейчас самолёт это тоже, образно говоря, летающий компьютер, да. То есть, чтобы сигнал шёл от обоих датчиков. Например, перед одной из этап происшествий, которое произошло в октябре прошлого года, на разбеге по ВПП, то есть, оба датчика показывали угол, ну, атаки крыла с разностью 21 градус, да. То есть, он уже был отказавшим при разбеге самолёта. Это первое. Во-вторых, считалось, что эта система, так как там более мощные двигатели, и самолёт имеет тенденцию из-за увеличенной мощности задирать переднюю часть фюзеляжа вверх, да. И чтобы пилоты не сваливали его, ввели как компенсацию, как меру безопасности, ввели эту систему, да. Предполагалось, что она будет срабатывать один раз, то есть, она перестанавливает горизонтальный стабилизатор, ну, хвост, скажем так, горизонтальной плоскости, в хвосте, и перестанавливает один раз и на 0,6 градусов, да. Вся расстояние движения стабилизатора – это 5 градусов, да. И потом уже зависит от человека, да. При тестовых полётов оказалось, что это 0,6 градусов недостаточно, и увеличили этот угол, когда система перестанавливает сама этот стабилизатор, на 2,5 градусов, то есть, на половину пути всего, да. Это уже существенно. И вот это упустили, этот момент, когда вот после всех этих катастроф начали разбираться, все как бы ещё опирались на ту старую информацию, да, и поэтому не верили, что эта система является первой причиной, да. И третья проблема, что если этот датчик посылал ложный сигнал дальше, то система срабатывала ещё, через 10 секунд она срабатывала ещё раз, да. То есть, уже ещё до 2,5 градуса. То есть, система без вмешательства человека перестанавливала горизонтальный стабилизатор на всю длину его пути, как оказалось, да. И вот катастрофа в октябре, там командир воздушного судна боролся с системой, то есть, перестанавливал стабилизатор обратно 21 раз. Потом он передал управление второму пилоту, который успел 4 раза тоже отреагировать, да. То есть, ну и тогда они свалились. Отключить всё было невозможно. То есть, возможно, выдёргиванием предохранителей, я так понимаю. То есть, не было таких выключателей, что можно было его отключить. То есть, ряд причин. И плохое ознакомление пилотов с работой этой системы всё это сопутствовало, да. То есть, вот оценка риска, это является, ну, как бы, началом всей этой проблемы. Мы в Латвии самолёты этой модели использовали. Я знаю, что мы используем Боинги. В этом году Air Baltic собирается вообще отказаться абсолютно от Боингов. У нас Airbus, которые Bombardier. Использовали ли мы такие модели? И вот у этих Боингов, которые мы использовали, эта система также работает? Такой системы есть, нет у нас на предыдущих сериях Боингов. Наши не используют такой тип воздушного судна. В Евросоюзе их где-то 47 самолётов. И сделаны закупки. И до конца года около 100 будет таких моделей в эксплуатации по нынешним расчётам. Но некоторые отказались. А какой модели вы сейчас говорите? Что? А какой модели 100 будет? Вот этих Максов. Но ведь сейчас их приостановили из использования. Все их приостановили, да. А зачем тогда закупать Евросоюзу? Не, ну, это авиакомпании планируют свой флот на несколько лет вперёд. И делают закупки. Это надо в очереди ждать. То есть, весь этот процесс ведь продолжается. Сейчас их эксплуатация приостановлена. Приостановлена, но эти необходимости авиакомпании на дополнение своих флотов никто не отменял. Поэтому сейчас вопрос идёт о том, как восстановить их эксплуатацию. То есть, американцы сделали, по их мнению, необходимое изменение. Очень интенсивно тестируют один экземпляр, чтобы набирать эти данные. Очень активно продвигают эту модель дальше, что теперь можно восстанавливать его. Они устранили все эти недостатки. Ну, и возник какой-то конфликт, такое недопонимание с Европейским агентством по безопасности, которое считает, что она будет независимо проводить тестирование и сертификацию ряда систем отдельно сама, без американцев. То есть, и там такое, некоторое такое недопонимание сейчас возникает. Американцы боятся оставаться одни, да, которые опять разрешают, а все остальные как бы ещё не уверены, да, чтобы избежать эту ситуацию, там ряд мероприятий запланировано в будущем, да. Не так просто будет это всё восстановить после таких двух катастроф. Подошёл к концу время нашего эфира. Спасибо вам большое. Директор агентства гражданской авиации Марис Городцов был гостем сегодняшнего разворота. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания.